Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Яга. Прежде чем Марья примет какое-либо предложение, нужно выполнить три сложных задания. Ага, Марья хочет растопить холодное сердце Морозко, есть несколько способов сделать это, а Иван направляется к замерзшим вершинам. Он хорошо поел перед дорогой. Его переполненный живот не помешает ему отправиться в путь, но с полным животом он плохо владеет оружием. У него в животе урчит, мысли о еде снижают силу воли. Нет, я лучше возьму вот это вот. Пускай мы будем с вами плохо драться, но зато сытые. Добавьте улучшения к своим инструментам и оружию, чтобы сделать их сильнее. Я это сделал, ребят, я наковальню прокачал практически полностью. Так что теперь мы будем с вами здесь шуршать по полной программе. И мы отправляемся с вами в зимнюю локацию. У меня тяжелый живот, и я едва чувствую свое лицо. Ага, и алтарь у нас тут. Ладно, давайте посмотрим. Каменный алтарь, посвященный щедрому богу, дашь богу. Помолимся. Что это лежит на земле? Воцарилась тишина. Стрекоза, что еще может тут лежать? Другого он мне ничего не подкидывает пока. Чувствую, сейчас будет боевка. Естественно. Так, ребят, ну у меня молот крутой, поэтому я не волнуюсь по этому поводу. Давайте-ка разберемся с ними, со всеми. Так, давай-ка вот этого нахлобучим. Ух ты. Выпускает он мне тут свои ураганчики никчемные. Ага, еще один. Нормуль. Без проблем. Так, мы можем пойти налево и направо. Ладушки. Проверим вначале здесь. Опять бой. Ой, а вот эти вот посерьезнее будут, ребята. Хотя, в принципе, друзья мои, вы видите, да, они с двух ударов падают. Главное попасть по нему, потому что он прикрывается вот этими своими валунами. Но это его не спасло. Белемнид какой-то я подобрал. Ну и, естественно, части тела. Так, тихо. Замечательно. А тут только лишь, по-моему, да, друзья мои. Тут можно только наверх идти. Пойдемте сходим, посмотрим, что у нас тут. Опять боевка. Очень много. Опять, ребята, у нас боев. Я не знаю, будем ли мы с вами вырезать это все дело или оставим. Ну иди сюда. Так, что это у нас? Осколок льда. Я думаю, что это нам не пригодится. Ох ты, звездочка. Погоди-ка, погоди-ка, это же мирный. Животные зализывают свои раны. Осмотреть рану. Сломана лапа и сильное кровотечение. Похоже, все плохо, малыш. Наложим шину, наверное, да? Или перевязать. Наверное, все-таки шину. Ага. Отличненько. Волк потерял много крови, пока вы накладывали шину. И? Ребята, он умер. То есть у меня задание провалено. Надо было перевязывать рану, но я же этого не знал. Ладно, прости меня, волк. Такое случается в жизни. Опять. Опять эти... Я даже не знаю, кто это такие. Какие-то маленькие бесята. Но они легкие. Падают с полтыка. Так. Летучие мыши. Вот это вот противники меня бесят. Так. А это волк, который призывает себе подмогу, да? Когда он воет, там призывается луна. И, естественно, он вызывает кучу волков. Вон, как тот внизу, видите, да? Начинается, короче, тут расколбаса. Ну, 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 Ванюш, давай, 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 родной мой. Молодец, справились. Тут опять же можно идти и налево, и направо. В общем, дорожечка у нас такая, знаете, заплутавшая. Так, минус. Погоди-ка, что-то вас тут как-то слишком много. Эй! Волчары позорные. Да отвалите вы от меня. Ну, Ваня, е-мое, ну, в чем проблема-то, я не могу понять. Даже молот не можем выкинуть. Давай вон того вот подобьем, потому что он вредитель. Так. Мышь прилетела. И отдуплилась. Шикарно. В общем, ребята, здесь тупик. Делать нам здесь нечего. Я гляну сейчас наверху. Да, никаких сундучков нету. Хотя могли бы подкинуть парочку. Так, давай-ка мы посмотрим кое-что. Мне нужен, ребята, вот этот вот клевер. Потому что, как вы видите, невезение у нас растет. Причем очень быстро. Я не хочу, чтобы это лихо появилось и сломало мне молот. Что тут? Опять боевка, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Какой же ты вредный, а, мужик? Что ты прикрываешься? Ну-ка, да дайте мне попасть в эту глыбу. Ладно. Придется разбираться так. Видите, да, что он делает? Охламонищный, ушастый. Не попал ни по кому. Что ж ты будешь делать? Не хочет погибать этот хмырь. Он в меня еще и сосульки бросает, а? В общем, здесь тоже тупик. Мы просто с вами пришли, здесь подрались. Немножко опыта набрали. И можно сваливать. Так, ну я должен помочь здесь кому? Морозка. Так получается. Где этот морозка находится? Территорий еще, я так понимаю, много у нас. Тут затемненный. С волком, конечно, получилось паршиво, на самом деле. Переиграть, понимаете? Не могу я эту миссию. Я бы, естественно, сделал бы другой выбор. И посмотрел бы, что этот волк мне дал бы. Так, здесь у нас тупик, да? Ага. Погнали тогда. А куда погнали? Я даже не знаю, ребят. Так, секундочку. Вот так вот будет лучше. Так, давайте обратно вернем хлеб. У меня его не так уж и много, в принципе. Всего лишь одна буханочка. Так, мы можем вот сюда пойти. Давайте разведаем эту обстановочку. Так, наши любимые разбойнички тут появились. Так, тихо. Бросает он мне свой тесак в меня. Прыщалыга. Так, давай-ка вот с этими разберемся. Да елки-то палки. Да что ты? Ваня, ну... Давай завязывай, дурковать. В самом-то деле. Просто нахлобучивай всех и все. И делов-то на копейку. Так, сколько там? Четыре монетки мы с вами собрали, да? Ну, один готов. Второй тоже. Ничего, к сожалению, не подкинул мне. Так, этих мы... Золотой зуб, я вижу, упал. Так, монетки, это хорошо. Все это, конечно же, будем забирать. Только мне надо туда попасть для начала. Теперь обратно. Нормуль. Родниковая вода. И все. Три монетки. Не так, конечно, много, но... Да елки-палки, ну... А как я отсюда выберусь, а? Фух, я уже думал, там завис. Надолго нет. Все, отлично у нас получилось. Опять бандиты. И давай вот так вот будем их, как говорится, всех кучно валить. У них только золотые зубы, я смотрю, выпадают. Ну, в принципе, это неплохо, потому что мы можем, друзья мои, это все дело продать и неплохо заработать денег. Сундучка нету? Нету. Тогда двигаемся дальше. Ага, вот тут вот у нас награда лежит. Монетки. И одежда тоски. Медная руда. Да, друзья мои, поехали отсюда в другое место, потому что, опять же, тупик. А самое плохое, что у меня растет невезение. С какого вдруг перепуга, я не знаю. Ух ты, еще один сундук. Спасибо за такую награду. Так, клевер мне выпал и кольцо со змеиным черепом. Это надо будет потом глянуть. Я помню, куда-то мы могли с вами еще там завернуть. По-моему, куда-то вниз. Или я путаю чего-то. Ладно, давайте проверим полностью эту карту. Все равно, пока мы с вами задание не выполним, мы никуда с вами не сможем продвинуться. Так, ну здесь понятно. Здесь действительно тупик. Хорошо, что он умеет вот так вот, ребята, кувыркаться. Иначе мы до второго пришествия с вами шли бы до конечной точки. Так, здесь у нас волчара, которого я не спас. Слушай, по-моему, я здесь уже все облазил. Хотя территория еще затемненная есть. Здесь мы бегали с вами? По-моему, тут тупик, да? Ага, все, я понял, друзья мои. Здесь тупик. И делать нам тут нечего. Смотрите, внизу очень много черноты. По идее, нам как-то надо туда попасть. Ага, вот, вижу. Вниз. Опять драка, да? Ладно. Разберемся по-баренькому. Тихо ты, со своими ураганчиками тут. Готов, хламон. Еще минус один. Что у нас тут? Осколок льда. Ну и части тела, это понятное дело. Минус. Иди сюда, я даже не знаю, кто это такой. Похож на пса. На козла. Кто-то такой. Мутант, короче. Где морозка, ё-моё? Я уже устал тут бегать. Так, волчар вот этот вот. Он мне не нужен. Он сейчас тут армию такую наплодит. Не успел. На наше счастье. Хорош спать уже. Ледяные сосульки тоже нужно убивать. Ага, вот еще один призывает. Нормуль. Все довольно быстро, потому что у меня, друзья, довольно неплохой молот. Ну что, отправляемся с вами вниз. Очень много мне здесь дают ледяных осколков. Ох, а вот этот вот противник очень плох. Этот плох противник. Потому что он сейчас будет призывать постоянно всякую нечисть. Например, вот разбойничка, да, прислали. Козла вон того, вон, подкинули нам. Сразу двоих нахлобучил. Шикарно. Значит, наверху тупик, а нам только лишь вниз двигаться. Слушай, ну тут карта большая довольно-таки. Да сколько же тут противников, а, на самом деле. Я уже, честно говоря, подустал с ними драться. Ну давай. Упал? Упал, отжался парень. Давай дальше двигаться. Минус козел. Козел. Ну. Тихо, успокойся, парень. Уже хотел звездануть, да? Ну не тут-то было. Так, подбираем части тела. Они нам пригодятся. И двигаемся вот сюда. Звездочка, неужели? Вот он, друзья мои. Морозка. Ты вернулся, кузнец. Горы тебя еще не утомили? Скажи, о чем ты думаешь? Мир несправедлив. Иногда меня печалит то, как много в мире зла. Хотелось бы, чтобы все жили в мире. Что насчет тебя? Что сделало бы твою жизнь приятнее? Мне нужны только лишь тишина и покой. И чтобы прохожих было меньше. Глянь на ту девицу. Она уже несколько недель шляется по перевалу. Она перевернула весь лес вверх дном. Выкрикивала чье-то имя и копалась в снегу. Нашла какого-то мертвеца и теперь копает. Пытается клад найти. На нее уже и стухачи нападали. Понятия не имею, как она до сих пор жива. А теперь она постоянно сидит у этого проклятого костра. И я не могу прогнать ее. Костер горит уже много дней. Уверен, что если он потухнет, девчонка заберзнет и уйдет отсюда. Ага. Я к ней обращусь и прогоню ее. Так, нам нужна какая-то девица. Возле костра. Так, друзья, это выход. Нам не сюда. Давай посмотрим, может быть, внизу что-нибудь есть. Так, вижу звездочку. Вот она. Вот она, эта девица. Путник, не поможешь ли мне? Мне надо уйти, чтобы похоронить брата. Твой брат в мишке на санях? Он пришел сюда один, в поисках золотой наковальни. И я его предупреждала, что здесь опасно, но он не послушался. Я искала его несколько недель и наконец-то нашла. Но его тело уже замерзло. Я хочу отвезти его домой, хочу похоронить его по правилам, а не в замерзшей могиле. Но живущие в горах существа убили моего коня. Чем я могу помочь? Что я могу сделать для тебя? Как же здесь холодно. Я хочу отправиться на поиски лошади. Но как только я отойду от огня, ко мне приближается ледяной царь Морозко. Как бы он не сделал что-то страшное, если я попытаюсь уйти. Я слышала ужасные истории о том, как он замораживал женщин насмерть. Кажется, огонь не подпускает его ближе. Хм. Насчет костра. Кажется, костер затухает. Подкину-ка я дровишек в огонь. Как хочешь. Только не клади в него мокрые поления. Так, а мы положим как раз мокрые. Оу, прости, это была ошибка. Что ты сделал, незнакомец? Теперь за мной придет Морозко. Я разожгла костер, чтобы Морозко держался подальше. Попроси Морозко не трогать меня. Ну что же, пойдем, наверное. Ага. Если тебе нравится холод, почему не останешься здесь? Тебя дома кто-то ждет? Никто и ничто, но я хочу похоронить брата. А здесь земля промерзла. Попроси Морозко за меня. Хм. Ну что же, друзья мои, пойдем к Морозко тогда. Вначале избавимся, естественно, от невезения. Так-то оно будет лучше. У нас еще здоровьица с вами не очень много, конечно. Но, тем не менее. Ты с ней поговорил? Огонь потушен? Я уже потушил костер. Мы можем с ней поговорить. Хорошо. Идем к ней. Ох, кузнец. Но ведь она самая прекрасная, что есть на свете. Только посмотри на нее. Редкое упорство и сила воли. Огонь меня слепил, и я не мог видеть. О, дева, что не отступает перед лицом испытаний. Согласна ли ты править ледяным царством вместе со мной? Я? Да, Морозко. Я буду твоей ледяной царицей. Сначала помоги мне похоронить брата, а потом мы вместе сделаем эти горы лучше. Я помогу тебе, моя царица, и я буду обожать тебя. Спасибо тебе, кузнец. В обществе ледяной царицы мое сердце, как принято говорить, у боящихся холода, потеплеет. Пойдем, моя царица, я покажу тебе чудеса, на которые способен лед. Прощай, кузнец. Сверкающий лед. Ну что же, выполнили мы с вами это задание, и теперь со спокойной душой можно покидать эту территорию. Хотя тут еще и есть... нет. Затемнения тут уже нету. Ну что же, друзья, выход у нас рядышком, поэтому прямиком сюда. Выйти, конечно же. Так, подожди, вот здесь. Судьба Ивана зависит от его выбора. Я получил уровень, да, получается? Ну что же, давайте что-нибудь выберем. Судьба благоволит праведникам. Плюс один судьба. Я беру то, что мне нравится. Вилл и Сеплю крадут золото у врагов. Никто не может идти против добродетели. Понятно. В общем, друзья мои, я думаю, что мы с вами возьмем вот это. Плюс один к судьбе. Ну что же. Есть смысл нам, наверное, сразу же с вами сигануть. Так, погоди-ка. Аварийные. Ага, вот здесь еще, ребята, у меня не прокачано. А остальное, в принципе, все. Хлебушек подбираем. Так, секундочку. Давайте-ка мы посмотрим. У меня... Какие-нибудь артефакты нормальные здесь есть. Но это не то. Сложнее толкнуть. Превращается в несчастье. Это вообще мне не нужно. Залятся чудовища, когда меня видят. Дружелюбными становятся. Зачем это все? Ерунда какая-то, да, на самом деле? Так, давайте-ка, наверное, друзья мои, попробуем сделать какой-нибудь супер-пупер-молот. Медную руду, наверное, мы с вами... Выберем, да? Не подбластный времени металл. А вот что, сюда воткнуть? Хм. У меня очень мало ингредиентов, на самом деле. Хороших. Боли врагам. Тут тоже боли врагам причиняют. Свет поражает. Угу. Давай попробуем, наверное, вот такую штуку. Так, еще больше боли врагам. Кровоточить. Хм. Давай, наверное, стрекозу, может быть. Я не знаю, что она делает, на самом деле, это стрекоза. Какой эффект. Но замедление нам точно не нужно. Распугивает врагов при атаке. Хм. Давай, ребята, выберем, посмотрим, что у нас получится за молот такой. Блин, невезение, все растет и растет, а? Что ты будешь делать? Молот быстрого сокрушения. Хм. Ладно, посмотрим, на что он сгодится. Сердце морозка растаяло. Говорят, в лесу можно найти волшебные вещи, и Иван отправляется туда искать то, что ему поможет. Водник беспокойный. Иван должен помочь ему обрести покой, так или иначе болото ждет. Вот сюда мы и пойдем. Так, время мы выберем с вами вечерок. Потому что враги слабее всего. Ну что, друзья, мы с вами на болотах. Здесь так сыро. Ух ты, неплохой молот, вроде бы. Что это у нас такое? Добротный алтарь, посвященный богу-кузнецу-сварогу. Подношений должно быть больше. Помолимся. Что-то с громким шумом упало. У алтаря воцарилась тишина. Это у нас коготь-сварога. Понятно. Ой, как же я не люблю, друзья мои, с этими водяными драться. Ай-яй-яй. А что такое молот-то слабоватый? Нет, так дело... Так дело не пойдет, друзья мои. Я думал, он крутой. А он такой. Липовый, можно так назвать. Так, жаба, успокойся, пожалуйста. Протухшая слизь мне досталась. Ну, давай нахлобучиваем. Нормулька. Так, ну что, двигаемся с вами дальше. Опять боевка, да? Ну, естественно, естественно. На этот раз у нас тут пчелы. Да, и опять же... Эти жабы, которые плюются кислотой. Отлично. Так, раковина улитки. Это, насколько я помню, друзья мои, замедляет врагов. Если воткнуть это в молот. Ну... Как же меня раздражают вот эти вот монстры, которые могут делиться. Так, жаба, ты успокойся, пожалуйста. Там еще один водяной ползает. Нахлобучили. Отлично. Так, двигаемся далее. Водяной тут прыгает у нас. Маленький такой, да, скажем? Ай-яй-яй. Надо было немножко не так сделать. Надо было подождать, пока эта муха подлетит, а потом уже бить по этому кокону. Тогда бы... Воу. Это что такое сейчас было? Откуда взялись молнии? Так, погоди-ка секунду. Да этот мелкий... Слушай, откуда молнии берутся? Я не могу понять. Кто-то буянит. У меня такой нет возможности призывать молнии. Кстати, друзья, тут у нас звездочка. Звездочка. А где НПС? В поле, что ли? Скорее всего, да. Ты друг или враг? Так, уходи, если не добры твои намерения. Не о чем беспокоиться, я тебе друг. Воу. Солдат? Мой брат, я обязан тебе жизнью. Но ты ведь солдат. Ты что, не мог защитить себя? Это уже в прошлом. Я многое понял. Я поклялся больше, не лишать живых существ жизни. Хм. Ладно, давай так возьмем. Благородный поступок. Хотелось бы мне обладать такой же сильной волей. Надо быть скромнее. Надеюсь, ты извлечешь из этого пользу в пути. Смотрите, за что он мне денег подкинул. Хотя, друзья, грех жаловаться на самом деле. Мы ему помогли, он отблагодарил. Опять боевка. Да чтоб тебя поскорее бы найти этого водника, да? Успокоить его. Правда, я не знаю, каким образом. У нас с вами есть разные варианты прохождения заданий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, роднуля. Так, подожди. У нас же... Да. А я, к сожалению, не успел, друзья. Не успел и сломала она мне молот. И мало того, что, по-моему, еще и украла кое-что. Давай возьмем свой супер-пупер молот. Вот этот вот молоточек, да, бомбит не по-детски. Сразу всех раскурочивает. Где же этот водяной, а, друзья мои? Опять. Ну, по-моему, тут перебор уже, если честно, насчет боевки. Уж слишком много. Я не могу даже шагу сделать без драк. Скорее всего, мы с вами будем все это дело вырезать. Тем более, здесь тупик. Как говорится, делать нам здесь вообще нечего. Еще эти жабы прикрываются, считай. То есть, их не пробить. Хорошо. Ё-моё, сколько глаз-то тут наплодилось. Это вон, ребята, видите? Кокон там стоит. Надо его в первую очередь уничтожать. Ай, застрял! Ты что, что будешь делать-то, а? Так, где у меня хлеб? Срочно. Срочно нужно подкрепиться. Иначе, иначе бы отдуплились. Ну, так, минус жаба. А, эти глаза, эти глаза взрываются. Вот оно что. Вниз, да? У нас там какая-то наковальня лежит. И сундук. За сундучок отдельное спасибо. Так, что мы можем с вами сделать? Так, золотая ирудая. Ой, как же я... Давай, наверное... Ага. Так, замедлялочку поставим сюда. Сломанный кресло я не хочу. Осколок льда. Ладно, друзья, давайте поставим осколок льда и... Коготь вот этот вот. Давай посмотрим, что у нас получится. Везучий молот мы сделали с вами. Хм, посмотрим, насколько он везучий. Неужели мы дошли до этого водника, ё-моё? Друг мой, уверен, что ты послан помочь нам? Не поможешь ли нам навсегда избавиться от этого папа? Он настроил моих собратьев водяных против меня. Более того, он хочет овладеть фонтаном молодельной воды. Из этого не выйдет ничего хорошего. Когда я обрету покой? Хм. Не могу ничего обещать, мне нужно в это вникнуть. Достаточно показать его последователям, насколько он слаб духом. Спасибо тебе, кузнец. Ну что же, опять у нас история с попом. Видимо, поп не угомонился, да? Купил всё-таки свечи, цепи и вернулся. Ещё один верующий. Как я рад встретиться, брата, по духу. Что ты делаешь в самой глубине болот, отец мой? Я пришёл сюда, чтобы вновь обрести веру. И мне это удалось. Видишь ли, я заблудился и скитался по болотам, не в силах найти выход. Бродил кругами и подыхал с голоду. Через два дня вода и еда закончились, поэтому мне пришлось пить из болота. Так Бог показал мне верный путь. Хм. Думаю, ты так весь оставшийся у Мишка растерял. Ты был прав. Это место болота, оно священное. Молодильная вода действительно существует, и она питает всё болото. Рассеяние животных и даже этих прекрасных созданий. Я предпочитаю называть их своими детьми. Водник заставлял этих замечательных созданий ловить рыбу, поэтому я решил спасти их. Хе-хе. Давай, наверное, так. Ты играешь с волшебством, не предназначенным для людей. Моя свита с тобой разберётся. Свита? Ты, парень, пошутил, видимо, да? Нашёл мне тоже свиту. Пару каких-то бомжей. Ой, насмешил меня. Ну что, свита не помогла тебе, парень, да? Будь ты проклят кузнец. Уходи и не возвращайся. Что ты сказал? Уходи и не возвращайся. О, ну, неужели мы с вами прогнали этого попа? Надеюсь, водник успокоится. Подожди секундочку, у меня опять какое-то проклятие висит, да? Из этого не выйдет ничего хорошего. Когда я обрету покой. Попа шёл. Ты спокоен? Ты спокоен? Я велел этого безумца убраться. Тебе от этого спокойнее? Да, намного. Спасибо. Тишина на болотах. Квест завершён. Да, друзья мои, у меня падают монетки, как обычно. Ёлки-палки. Ну что же, идём с вами на выход, потому что здесь... Да и дрить тебя на корень. Потому что здесь нам больше делать нечего. Так, ну что? Судьба Ивана зависит от его выбора. Ну, это понятное дело. Мы с вами получили опять уровень. Что-то как-то больно быстро мы с вами собираем. Мне приятно быть полезным. Сила воли восстанавливается, когда вы помогаете другим. Ага. Чем раньше они умрут, тем лучше. Вы двигаетесь быстрее рядом с нечистыми существами. Ух ты. Брось это сейчас же. Нет, я, скорее всего, возьму вот это вот. Мы будем двигаться быстрее рядом с нечистью. Так, а деньги у нас сыпятся. Это плохо, друзья мои. Да, да, да. Это дорога домой, и я зайду ненадолго в деревню. Заодно и сохранимся. Ну что, друзья, мы продолжаем наше путешествие. Мы сохранились. Молоточки у нас готовы. И берём с вами следующее задание. Теперь водник обрёл покой. Так. Ему понравилось сражаться с водяным. Хм, попрактиковаться. Не хочу. Полудница должна найти любовь. Иван направляется в пашиные земли. А вот это задание надо брать. Так, ну что, давай, наверное, вот этот вот выберем. Пускай я буду плохо владеть оружием, но зато выносливость у меня по полной программе будет идти. Принятие решений, не связанных с вами лично, увеличит ваше невезение. Тяжёлый живот, да и фиг с ним. И ещё невыносимая жара. Так, начинается, да? Опять эти хмырёныши здесь. Ладно, будем разбираться с ними. В общем, нам нужно здесь помочь полуднице какой-то. Что за полудница, я пока не знаю. Но это дело поправимое. Мы с вами в скором времени узнаем. И выполним это задание. Мне вот почему-то нравится вот эта вот локация на самом деле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. А я успею? Не то я взял. Какой хлеб, когда надо было... Ай. Надо было брать мне не хлеб, друзья, а, конечно же, клевер. Блин, такой хороший молоток мне сломало, а? Поганка. Да успокойся ты, бегаешь тут. Двигаемся. Так, опять у нас тут шерщень. Куда ты разогнался, парень? Со своим этим... Как он у нас? Серп называется, да? Так вот, о чем я сломался. Я говорю, вот эта локация мне больше всего нравится. Она такая сочная, смачная, да? Красивая. Лето все-таки. А то эти болота еще хуже, когда мы с вами ходим на территории нечисти, где вообще полнейший мрак. Мне как-то неприглядно. Да сколько же тут, ребята, драться надо, а? Вот, если честно, это уже немножко утомляет. Вот я вам серьезно говорю. Поначалу вроде бы было бы как бы нормуль, да? Но вот теперь, именно вот на данном этапе игры, меня это сильно раздражает. Я бы лучше бы дрался, наверное, с боссами, чем вот через каждые пять шагов с этими мобами. Выводят они меня. Но, с другой стороны, не будь их, ребят, я бы не смог бы насобирать всяких частей тела или какие-нибудь там ингредиенты, которые мне нужны для крафта. Главное найти полу... О, сундучок. Сундучок, это всегда хорошо, это всегда радует. Родниковая вода, причем две штуки нам дали. Так, да хорош ты. Давай. Ай-яй-яй, промахнулся маленечко. Надо было подождать, пока не все встанут. Да куда ты, Ваня, встал? Ё-моё, за камень, типа спрятал. Типа тебя не видно, да? Ну, давай. Да упади ты, а. Я не знаю, кто такие. Маленькие тролли, можно их так, наверное, назвать. Горячие камни мы подобрали и части тела, естественно. Куда же без них-то? Да, конечно. Своим камушком тут. Ну, беги, беги, беги. Опа, не догнал парень, да? Промашку дал. Эть! Можно было бы... О, сундук дали. Монетки. Так, кольцо опять с черепом. И пульсирующее сердце. У нас с вами и вниз дорожка, да? И по правую сторону тоже там дорога. Кикимор, ты меня достала. Вот... Вот омрачает весь поход именно Кикимора это. Донаты получи. Надоело там уже надуваться. И выпускать свои шипы, вот эти вот дротики. Так, у нас с вами дорожка на правую сторону идет. Давай щеманем сюда. Где полудница? Мне нужна полудница, ё-моё. Хочу побыстрее ее найти и выполнить это задание. Не будем мы с вами, друзья мои, проходить второстепенные миссии. Нет, я вообще-то их пройду втихаря. За кадром. А с вами мы будем идти именно по основной сюжетке. Так. Вниз. Опять боевка, да? Ох, как же вы меня утомили, а? Да, друзья, я, наверное, со следующей серии буду делать немножко покороче. Все вот эти вот драки мы будем с вами вырезать. Мы будем брать задания, да, например, определенные. И когда я буду делать уже видосик, да, монтировать его. Мы будем уже, как говорится, саму суть показывать. Потому что это как... Помните игра, да? Children of Morta. Там тоже очень много надо было бегать. И что я сделал? Я все это дело урезал. Но суть от этого не поменялась. Всем все прекрасно было понятно. Но утомления вот этого вот от беготни не было. Поэтому она проходилась как бы на одном дыхании. Ну, а вам, естественно, смотрелось. Древний и ветхий алтарь, посвященный богу-громовершу Перуну. Перед ним на каменной плите лежат подношения. Ну, я понял, понял. Давай помолимся, наверное. Давай помолимся. Что-то упало. У алтаря воцарилась тишина. Рог Перуна. Или Перуна. Так, секунду. Этот валунчик надо сдвинуть однозначно. Для этого мне нужна лапа. Ну, давай попробуем. Ну, погоди-ка, что-то не то. Да ты достал уже серьезно, тебе говорю. Так, давай попробуем. А, вот как надо было. Ой, друзья, надо было зажать кнопку. И там как раз показывается направление, куда сдвинуть этот валун. А я его тут бомбил. До потери пульса. Ха. Где полудница? Опять драка. Да чтоб тебя, а. Ладно, сейчас я разберусь. С Кикимрой, с этой. Если бы я еще попадал бы. Ну, иди сюда. Полевик. Вот так вот. Отдыхает. Там у нас ничего нету. Вот она. Походу дела полудница, да? Или нет? Эй, парень, ответь на вопрос. Что сияет ночью с желтым светом и озаряет небеса? О, это бессмысленно. Иди себе дальше. Я тебе не побеспокою. Ну, что тебя тревожит? Я давно свожу мужчин с ума. Но чтобы кто-то сам помешался на мне, такого еще не бывало. Только не после смерти моего возлюбленного. Хм. Что я могу сделать для тебя? Мне нужен спутник, с которым я смогу проводить время. Я устал от одиночества, и я больше не буду одинока. Большой полевик. Хм. Я знаю кое-кого, мечтающего о такой удаче. Известно ли тебе о чувствах полевика? Хм. Когда-то я была обычной женщиной, поэтому предпочитаю человеческих мужчин. Но не стоит им пренебрегать. Может, именно он избавит меня от одиночества. Я не пойду к нему первое. Он должен принести мне подарок. Хм. С этим я могу помочь. Ну, естественно, Ваня у нас как сват, ё-моё. Так, а этот-то у нас что тут делает? Мы опять встретились. Прошу тебя, прерви мою мучительность существования, тогда я снова почувствую теплоочарования. Что? Что с тобой стряслось? Почему ты продолжаешь скитаться по селам? Разве тебя не ждут близкие? Да, у меня есть близкие, и они меня ждут. Вот только не в этом мире. Они умерли? Умерли? Нет, 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 друг мой. Они не умерли. Ха-ха-ха. Это просто безумие. Их просто нет в живых. И я часто думаю, что лучше бы мне не жить. Хм. Бедолага. У тебя и так нелёгкая жизнь. И не хочу всё усугублять. Добрый день. Не волнуйся, я не задержу тебя надолго. Я нашёл эти деньги и решил передать их тебе. Там, куда я иду, они мне не понадобятся. Куда ты идёшь? Куда иду? Ммм, неважно. А где деньги-то? Денег-то не дал мне, улух. Хе. Где полевик? Теперь мне... Да ёт. Чкин ты кот. Драка на драке дракой погоняет. Я серьёзно вам говорю. Утомился я маленько. Ну. Отлично. Так, двигаемся далее. Тут у нас ещё два шерчня. Ну и чувак, который любит бросать валуны. Сейчас мы его тоже нахлобучим с вами. Без проблем. Да-да-да-да-да, конечно. Ага. Разогнался паршивец. Ещё бы попадать бы мне, а. Жалко, у меня молот не самонаводящийся. А так было бы прикольно, да? Сундук. Ну, хоть за это спасибо. Слушай, мне кажется, что мы идём вообще в какую-то другую сторону. Обычно полевик должен быть рядышком. А я куда-то сиганул в неизвестные мне просторы. Я... А, тут уже выход у нас. Ну, я так и думал. Остаётся только один вариант. Полевик находится наверху от полудницы от этой. Мне интересно, он согласится с ней. Короче, у нас вот эти вот два последних задания, да, с вами, как сваты. Нам нужно было морозка. Утихомирить. Теперь полудницу. О! За твоё поведение в прошлый раз тебе и ударить не грех. Ты не оставляешь мне выбора. Я пришёл с миром. Я не в настроении общаться с людьми. Конечно. Что не так опять у тебя, парень? Тебе явно что-то беспокоит, дружище. Что тебя так печалит? Моя дорогая полудница, всё готово для встречи с ней. Груда трупов ей в дар. Но я всё равно боюсь. Хе-хе-хе. По сладникам. Я знаком с полудницей, я готов помочь тебе. Можешь передать мне сообщение для неё? Передай полуднице, что я люблю её так же сильно, как вопли врагов. Но не пытайся дурачить меня. Хе-хе-хе. А согласится ли она на гору трупов? Вот в чём вопрос. Нашёл ли ты кого-нибудь, кто полюбит меня? Полевик, естественно. Полевик обожает тебя, он сделает для тебя всё. А у него есть подарок? Он навалил для тебя целую кучу трупов. Какое большое сердце, я встречусь с ним. Полудница мой, я так долго ждать. Ммм, да будет так. Посмотрим, что из этого выйдет. Прощай, кузнец, пусть твоя жизнь изменится к лучшему, как это произошло с моей. Спасибо большое. Так, ну что, друзья мои, теперь мы с вами смело уже можем идти на выход. Наконец-то я выполнил все три задания. Да? Я помог Морозко, я помог Водиному, я помог Полуднице. Там у нас есть второстепенные задания. Ну, можно, наверное, в принципе, одно какое-нибудь выполнить. Ну и посмотреть, что нам даст. Судьба Ивана зависит от его выбора. Ну, это понятное дело. Мы опять с вами получили уровень. И сейчас у нас будет выбор, да? Так, встать, суд идёт. Враги, удаленные серпом, становятся оглушёнными. Понятно? Меня не позволено трогать. Опять же, это про колесо. Ответный удар, да? Не довольствуйтесь меньшим. Вы получите больше денег, продавая предметы. Давай так вот, наверное, сделаем, друзья мои. Серп – это тоже хорошая вещь. Так, птичка прилетела. Смастерить. Да ну, ребят, я думаю, что мастерить мы ничего не будем. Аварийное обновление, как всегда, мне не хватает какой-то руды вечно. Хотя мы её с вами собираем, собираем, собираем. И всё бесполезно. Так, хлебушек заберём. И давайте, наверное, сделаем какую-нибудь кувалдочку. Или подожди. Во, серп. Серп давайте мы с вами смастерим. Серебряная руда. В принципе, это пригодится нам. Я сейчас сделаю какой-нибудь супер-пупер себе серп. Что? Проще управлять, зачем мне это? Хм. Две шкуры на то, чтобы проще... Вот. Наносит больше урона призракам. Вот это мы с вами сделаем. Что ещё воткнуть? Протухшая слизь не пойдёт. Давай клочья воткнём. Грязные. Фиг с ним, пускай будут. Так, и осталось последнее. Ну, естественно, это не золотой зуб будет. Это однозначно. Нам что-то нужно против нежити. Что-нибудь такое хорошее, друзья мои. Так. Во, серебряная вилка. Ну что, давайте посмотрим, что у нас получится с вами за серп. Как раз против нежити у нас будет он. Сияющий серп. Ну, в принципе, сгодится, друзья мои. У него круговая атака. Мне это нравится. Так. Полотница нашла любовь. Ну. Борьба с духами помогает Ивану успокоиться. Он направляется на поиски в мёртвый лес. Так. В лесу волшебные вещи можно найти. Слушай, давай сходим с вами в лес. Может быть, что-нибудь хорошенькое мы с вами здесь найдём. Что нам поможет в дальнейшем. Баба Яга, как всегда, наблюдает. Ребята, вот это вот в данный момент, это дополнительная миссия. Это не основная сюжетка. Они даны нам для того, чтобы мы могли здесь бегать. Искать разные ингредиенты, артефакты. В общем, всё в этом роде. Так, ну что же. Я с серпом наперевес. Посмотрим, куда приведёт меня эта дорога. Но тут забыл я, друзья, что очень много будет драк. А вы знаете, что я драки в последнее время разлюбил. Мне просто подавай задание и всё. Ну, или хотя бы, если это драка, то валить босса, который бы мог мне что-то выдать. Полезное, да? Так, ну что, разобрались мы тут? Тупичок, что ли, нет? А нет, смотрите-ка, мы дальше можем с вами пройти. О, ненавижу я этих волков. Хотя нет, друзья мои. Это обычные. Это обычные волки, которые никого не призывают. Так, что это у нас за жук-рогач такой тут летает? Части тела насобирали. Да? А, нет, что-то ещё осталось, смотрите-ка. Я просто увидел, что там что-то засверкало. Опять жуки. Ну, в принципе, друзья, здесь, я думаю, будет всё легко. Здесь у нас кабаны, жуки, волки. Я так понимаю, здесь, наверное, будут медведи. В общем, такая будет. Лайтовая прогулочка у нас. Ну, волчара, иди сюда. Причём здесь у нас тупик. Значит, нам нужно возвращаться с вами обратно. По идее, здесь должен быть либо какой-то боссик, либо ещё кто-нибудь, ну, чтобы завершить нам это задание. Можно пойти наверх. Ладно, прогуляемся с вами сюда. От нас, как говорится, не убудет. Ну, ага, вот и медведи, про которых я вам говорил, друзья мои. Вот они, родные мишки. Я думал, что их уже не будет, но нет. Они тут, как тут. Можно пойти наверх или налево. Так. О, мишутка. Слушай, кто же вот это такие? Это всё-таки, друзья мои, какие-то оборотни. На волков это, ну, не смахивает никак. Или какие-нибудь, я не знаю, безумнейшие волки. Так. Но. Слушай, серп довольно неплохо бомбит их, на самом деле. У него круговая атака. То есть, если тебя враг окружил, ты взмах делаешь, и всё. Тем более, мы можем оглушать серпом врагов. Так, ну что ты, Миша? Там наверху опять этот оборотень, да? Смотрите, у него на поясе столько мяса лежит. Прям запасливый парень. Ну, что ты там, что ты там ныкаешься мне? Слушай, вот здесь у нас и налево, и направо есть дорожка. Я думаю, бродить, не перебродить нам здесь всё. Вот это другое дело. Я бы же, когда сундуки нам встречаются на дороге, которые просто так лежат, подходишь, взламываешь его и собираешь оттуда деньги. Ну, естественно. Как же, как же без медведей? Так. Палец вампира я подобрал. Что-то интересное. Так, кабан, ты достал уже там, серьёзно. Разгулялся там, раскидался свои камни. Опять боёвка, да? Ага. Кабан, ещё один кабан и медведь там, да, у нас? Ныкается. Череп барана я нашёл. Слушай, какие-то новые вещи я нахожу, которых у меня раньше не было. Я даже и не видел их. Тут-то у нас что? Так, опять медвежонок. Причём не один. И вот эти вот жуки, которые любят делиться. Одного подбило, из него, да, как говорится, ещё пятеро вылезло. Ну, опять мы с вами гасим. Ну, давай, давай. Вот так вот. Слушай, мне кажется, мы с вами идём в тупик. Почему-то у меня такое предчувствие. Так, медвежонка просто с удара. Хотя нет, алтарь. Это у нас Велес, по-моему, да? Да. Алтарь посвящённый. Ну, что будем делать? Молиться? Да, друзья, как обычно, Велес меня обманул. Ничего не дал. Кстати, у каждого... У каждого алтаря, мне кажется, есть свои примочки. Одному нужно помолиться, другому нужно подношение дать. Да, друзья, это тупик. Но мы можем с вами рвануть наверх. Здесь... Да, ну, ничего не происходит. А что у нас там наверху? Торговец? Серьёзно, что ли? Приветствую! Не хочешь ли купить обереги? Хм. Я не против, если у меня хватит денег. Вот что я могу предложить сегодня. Давай. Мясной крюк. Соберёт вместе врагов, находящихся поблизости. Это что-то новенькое. Так, ну, руду золотую возьмём. И... Давай крест тоже сломанный возьмём. В общем, сегодня мы порадовали этого торговца. Немножко его озолотили. Ой, любимые мои разбойнички. Самые лёгкие враги. И самые, так сказать, прибыльные. В плане денег. Как говорится, оставляют мне на чаевые. Ух ты, их здесь много. Так, иди сюда, хламон. Там у нас улей. Ать, не достал маленько. Хотел подколоть его. О, мне ещё и сундук дали. Так, монетки. Руда медная, хлеб. И всё, да? Отправляемся с вами наверх. Посмотрим, что у нас тут. Выход. Ух ты, ух ты, сколько тут дали. Дурной глаз, клевер. Ну что, друзья, давайте тогда выходить с вами. Вот типа того у нас происходит. Вот в дополнительных миссиях. Мы с вами просто бегаем. Открываем сундучки. И... Находим что-нибудь полезное. Так, мне приятно быть полезным. Сила воли восстанавливается, когда вы помогаете другим. Идите, сообщите о наказании. Ну, тут связано всё с медвежьей лапой. И недовольствую себя меньше. Нет, друзья мои. Всё это не годится. Я возьму вот это вот первое. Так, мне бы теперь, конечно, вернуться, наверное, в деревушку. Заодно сохраниться. И, пожалуй, мы, друзья мои, будем с вами закругляться. Ну, естественно, обязательно увидимся в следующей серии. И продолжим проходить игру Яга. Ну, а с вами был Рэй. И всем пока. Всем удачи. И до новых скорых видосиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова